БАРАК ОБАМА – американский политик, первый чернокожий президент в истории США и лауреат Нобелевской премии мира. Его избрание дало надежду афроамериканцам на преодоление расизма, а еще Обаму часто называют одним из немногих политиков, сохранивших человечность. Хотя с этим мнением не все согласны. О его пути в большую политику и жизни на пенсии мы расскажем в этом видео, сделанном по просьбам наших подписчиков. БАРАК ОБАМА – как живет 44-й президент США и сколько он зарабатывает? Барак Хусейн Обама II родился в городе Гонолулу на Гавайях 4 августа 1961 года. Он был назван в честь отца – БАрака Обамы-старшего, уроженца кенийской деревушки, чье имя на Суахиле означает «Тот, кто благословлен». Родители будущего президента познакомились, учась в университете на курсах русского языка, и вскоре поженились – за 6 месяцев до рождения сына. Обама-старший уже был женат в Кении, но бросил семью с двумя детьми, чтобы уехать в Америку. А для молодой мамы белой американки Энн Данхэм это был первый брак. Вскоре после рождения ребенка они разлучились. Энн с сыном уехала учиться в Вашингтонский университет в Сиэтле, а ее муж получал образование на Гавайях, потом в Гарварде и, наконец, уехал обратно в Кению. Поддерживать отношения стало невозможно, и Энн, вернувшись на острова к своим родителям, подала на развод. Отца будущему президенту заменил второй муж Энн – индонезиец Лоло Суторо. Они некоторое время жили в Джакарте, где Обама-младший посещал общеобразовательную школу вплоть до четвертого класса. Там барак научился есть змеиное и собачье мясо, а также жареного кузнечика, и держал домашнюю обезьяну по имени Тата. У него нет полных братьев и сестер, но есть восемь сводных – семь по отцу и по матери сестра Майя. В 1971 году Энн отправила барака обратно в Гонолулу к своим родителям, и примерно тогда же мальчик провел целый месяц со своим отцом, который ненадолго приехал в Штаты. О нем у политика сохранилось очень мало воспоминаний, но именно отец подарил ему первый в жизни баскетбольный мяч и отвел на первый джазовый концерт. С тех пор и баскетбол, и джаз являются неотъемлемой частью жизни барака Обамы. На Гавайях мальчик пошел в престижную частную школу, где впервые напрямую столкнулся с расизмом. По признанию Обамы, в те годы он вдруг осознал, что все в этом мире создано для белых. Даже Санта и тот белый. К слову, в то время воспитанием барака занимались его бабушка и дедушка с маминой стороны. Поскольку Энн возвращалась на родину лишь на пару лет, чтобы закончить аспирантуру, а потом вернулась работать в Индонезию. Барак отлично учился и был звездой молодежной баскетбольной команды. Также президент рассказывал, что в школьные годы много экспериментировал с запрещенными веществами, но вовремя остановился. В 1979 году Обама с отличием окончил среднюю школу, а на выпускном вечере он в белоснежном пиджаке блистал с Меган Хьюз, ученицей гавайской школы для девочек. Затем парень поступил в Западный колледж в Лос-Анджелесе, где начал встречаться с Алекс Макнир. Они вместе работали над студенческой газетой. Впрочем, их отношения носили скорее мимолетный характер. В колледже в феврале 1981-го Барак впервые выступил с публичной речью, призвав руководство поддержать отмену апартеида в Южной Африке. В том же году Барак перевелся в Колумбийский университет, чтобы изучать международное право, и вместе с однокурсниками снимал квартиру с тремя спальнями на Манхэттене, недалеко от учебного кампуса. В 1983 году он окончил обучение со степенью по политологии и к тому моменту уже работал в Международной бизнес-корпорации и Нью-Йоркском научно-исследовательском центре. Зарплата была маленькой, и он мог позволить себе лишь более чем скромную квартирку на Манхэттене. Некоторое время он жил там со своей подругой Женевьевой Кук. Это были его первые серьезные отношения. Они встречались с 1983 по 1985 год, и девушка вспоминает Обаму как довольно противоречивого человека. По ее словам, его настроение и отношение к ней могло меняться мгновенно, от страсти к полному безразличию. Он всегда все держал под контролем и трудно сближался с людьми. Влюбленные обожали поболтать о книгах и полакомиться любимыми сэндвичами Обамы с тунцом и укропом. Такие ему готовила любимая бабушка. А по выходным, как вспоминает девушка, Барак любил спать допоздна и расхаживал по дому в полуголом виде, одеты лишь в индонезийскую юбку. Женевьева сильно ревновала парня к другим девушкам, особенно темнокожим, и в итоге молодые люди расстались. Затем Барак Обама переехал в Чикаго и работал общественным организатором, занимаясь делами жителей неблагополучных районов. Там он влюбился в свою коллегу Шейлу Миоси Джаггер, который даже сделал предложение, но родители девушки возражали против этого брака, и она отказалась. В 1988 году Обама вновь взялся за учебу, начав изучать право в Гарвардском университете, параллельно возглавляя университетскую газету. Примечательно, что он стал первым афроамериканцем на должности редактора этого издания. Тогда же, как говорят, молодой Обама решился попробовать себя в качестве моделей для календаря в стиле пинап, но получил отказ от женского комитета. После первого курса юридической школы Барак начал стажировку в одном из крупнейших адвокатских агентств США, а его наставницей назначили выпускницу Гарварда Мишель Лавон Робинсон. Она вспоминала, что парень вызвал переполох в компании еще до появления на пороге ее кабинета, ведь секретари активно обсуждали его привлекательную внешность. 25-летняя наставница же, посмотрев его фото, не посчитала Барака привлекательным, а вот он с первого взгляда был поражен ее красотой и стал настойчиво приглашать девушку на свидание, пока наконец она не согласилась. В Бараке Мишель подкупили умение влиять на людей, невероятная коммуникабельность и глубина. Но в сентябре, когда парень вернулся в Гарвард, паре пришлось учиться поддерживать отношения на расстоянии. Интересно, что в долгосрочность их союза мало кто верил, в том числе и родственники девушки, но в 1991 году они обручились. Предложение Барак сделал в одном из чикагских ресторанов, начав серьезный разговор об их будущем, а когда официант принес десерт с кольцом на тарелке, опустился на одно колено. Их свадьба состоялась 3 октября 1992-го. К моменту начала семейной жизни Обама уже окончил Гарвард и начал преподавать конституционное право на юридическом факультете Чикагского университета. В политику он тоже был вовлечен, пополнив ряды демократической партии. Уже в молодости Барак Обама зарекомендовал себя как отъявленного борца за равноправие и с этой повесткой в 1996-м был избран сенатором штата Иллинойс. В семейной жизни все было не безоблачно. В середине 90-х Мишель перенесла выкидыш, а когда в 34 года решилась на ЭКО, из-за занятости мужа в законодательном собрании вынуждена была справляться со всеми проблемами сама. К тому же зарплата Барака не позволяла достойно обеспечивать семью. В то время он зарабатывал не более 30 тысяч долларов в год. А когда Мишель, которая долгое время была основным кормильцем, родила их старшую дочь Малию и ушла в декрет, положение стало еще хуже. При этом мужчина отказывался работать по профессии, считая, что его истинное призвание – это политика. Еще одно испытание выпало им после рождения второй дочери Саши, когда в три месяца малышка заболела менингитом. Со всеми трудностями в браке им помогла справиться парная психотерапия, о чем они не стесняются говорить. Супруги нашли компромисс. Барак пообещал больше времени уделять семье, а Мишель стала для него надежной поддержкой в политической карьере. Пока семья Обамы переживала кризис, он попытался избраться в Нижнюю палату Конгресса США, но потерпел разгромное и единственное в жизни поражение от опытного темнокожего политика. Проигрыш заставил нашего героя работать над своими недостатками и в итоге это привело к успеху. В 2005 году Барак Обама занял пост в Федеральном Сенате США и с этого момента стал одной из ведущих фигур в политической жизни страны. Тогда же улучшилось и финансовое положение – зарплата политика подскочила до 157 тысяч долларов в год. В 2007 году Обама решил баллотироваться в президенты, от чего Мишель была не в восторге. Она понимала, с чем придется столкнуться их семье, и боялась, что повышенное внимание негативно скажется на дочерях, но все равно поддерживала мужа на протяжении всей предвыборной гонки. Ради участия в выборах политик пообещал жене бросить курить, но смог его исполнить только в 2010 году после нескольких безуспешных попыток. Он даже как-то пошутил, что сделал это из-за страха перед Мишель, чьи неформальные комментарии были случайно пойманы в микрофон. Кстати, еще его супруга очень недовольна привычкой разбрасывать носки по всему дому, но с этим Бараку так и не удалось справиться. Обаму прозвали народным президентом, поскольку его поддерживало простое население. В рамках кампании было собрано порядка 58 миллионов долларов пожертвований, и большая часть суммы принадлежала американцам из среднего класса. На президентских выборах, прошедших 4 ноября 2008 года, Обама победил, став первым в истории США президентом афроамериканцем и первым президентом, родившимся в 50-м штате и за пределами континентальной части США. К сожалению, ни мать Барака, ни его отец до этого момента не дожили, а бабушка Мадлен, которая воспитывала его, умерла всего за день до его избрания 4 ноября 2008 года. На церемонии инаугурации смогла присутствовать только его сводная бабушка Сара Обама. Она была третьей женой деда-политика по отцовской линии. Интересно, что 44-й президент стал вторым после Франклина Рузвельта, кто повторно приносил присягу на следующий день, так как допустил ошибку в формулировке своей присяги, перепутав «порядок слов». Перебравшись в Белый дом, Барак и Мишель Обама начали вносить изменения в интерьер своей новой резиденции, добавляя в него современный дух, гостеприимство и семейный уют. Например, в старой семейной столовой на государственном этаже, которая, по указанию госпожи Обамы, была впервые в истории открыта для всеобщего обозрения, рядом с величественным обеденным столом соседствует несколько абстрактных работ современных американских художников. Ярким уникальным штрихом в овальном кабинете Барака Обамы стал бюст Мартина Лютера Кинга-младшего – работа афроамериканского скульптора, а нейтральные тона в обновленном интерьере создали рабочую атмосферу. А как отражение спортивных пристрастий нового президента теннисный корт Белого дома превратился в баскетбольную площадку? Чтобы сгладить для дочек, которым было 10,7 лет, переезд в новое место, папа Барак пообещал подарить своим девочкам щенка. Правда, он хотел взять собаку из приюта, такую же беспородную, как и он. Но в итоге шестимесячного щенка гипоаллергенной породы по кличке Бо семейству Обамы подарил один из сенаторов. А в качестве компенсации за неисполнение обещания новоизбранный президент отправил пожертвование в благотворительный фонд для поддержки животных из приютов. В Белом доме Бо называли первой собакой Соединенных Штатов Америки по аналогии с термином «первая леди», а позднее у него появилась подруга той же породы по имени Санни. Одну из основных миссий в Белом доме Барак и Мишель Обама видели в возвращении надежды на лучшее будущее. И именно о надежде говорилось в заявлении Нобелевского комитета, когда они объявили о награждении 44-го президента США премии мира за чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями. Весной 2011 года Обама объявил о намерении баллотироваться на второй срок и по итогам голосования вновь обеспечил себе место в овальном кабинете на следующие четыре года, а в январе 2017-го передал полномочия Дональду Трампу. Одним из главных итогов президентства Обамы была реформа здравоохранения, которая предусматривала обязательное медстрахование для каждого гражданина США. Комплекс реформ стал крупнейшим в этой области за предыдущие 50 лет и вошел в историю как самое большое начинание 44-го президента. За годы в Белом доме Обама согласно анализу его налоговых деклараций пожертвовал на благотворительность более 1 млн долларов собственных средств при общем заработке в 10,8 млн до уплаты налогов. При этом большая часть дохода 7,5 млн пришлась на продажу его книг «Сны от моего отца», «Смелость надежды» и «О тебе я пою письмо моим дочерям». За аудиоверсии первых двух он даже получил статуэтки Грэмми – обе за лучший альбом разговорного жанра. Базовая зарплата Барака Обамы на посту президента составляла 400 тыс. долларов в год. Также у него был доступ к счету расходов на 150 тыс. долларов, к счету на 100 тыс. долларов необлагаемому налогам и к бюджету на развлечение в размере 20 тыс. долларов. Как бывшему первому лицу государства Обаме и сейчас положен ряд привилегий. В том числе пенсия в 240 тыс. долларов в год до вычета налогов, охрана для него и супруги в течение 10 лет после сложения полномочий и покрытия расходов на транспорт и питание. Выйдя на пенсию, Барак Обама сначала хорошенько отдохнул, путешествуя по миру, занимаясь рафтингом и кайтсерфингом, а вернувшись в Штаты, они с семьей решили остаться в Вашингтоне, чтобы младшая дочь Саша могла спокойно окончить среднюю школу. Экс-президент признавался, что после отставки наконец-то может выспаться, спокойно поговорить с женой, неспешно позавтракать и только потом приступать к делам. Например, к написанию книги с воспоминаниями о своем пребывании на посту президента «Земля бетованная», которая вышла в 2020 году и в первую же неделю продалась в количестве почти двух миллионов экземпляров. Мишель Обама тоже успешно ворвалась на литературный рынок с мемуарами становления и проехала с промо-туром по США и шести европейским столицам. За права на свои автобиографии супруги получили в 2017 году аванс в размере 60 миллионов долларов. Также Барак Обама создал несколько фондов в разные направленности, объединенные в одну общую структуру – Обама Фаундэйшн. Вносить вклад в их работу Обама просит своих друзей и коллег. Например, в день своего 60-летия он призвал всех неравнодушных не дарить ему подарки, а вместо этого сделать пожертвование в подшефную ему организацию. В том же 2017-м Малия Обама поступила в Гарвард. Гордый отец потом признавался, что он на церемонии посвящения в студента едва сдержал слезы в присутствии дочери, но сотрудникам спецслужб пришло сделать вид, что они не слышат всхлипываний босса. К слову, младшая дочь Саша, которая в школьные годы не брезговала подрабатывать в ресторане, тоже уже учится в колледже при Мичиганском университете. В 2018 году супруги Обама заключили сделку с Netflix на съемку фильмов и сериалов и занялись продюсированием различных проектов сервиса. Их первый же документальный фильм «Американская фабрика» в 2020 году получил Оскар в своей категории, а еще две ленты были номинированы на Оскар и Эмми. Также на Netflix вышло несколько образовательных сериалов для детей о науке, здоровом питании и гражданских правах. Кроме того, продюсерская компания экс-президента и его первой леди выпустила два художественных фильма – комедийную драму «Отцовство» об отце-одиночке и драму «Сколько стоит жизнь» о вашингтонском юристе, который должен рассчитать денежные компенсации родственникам жертв трагедии 11 сентября. Сам Барак кино очень любит и часто делится в соцсетях своими фаворитами. Например, в 2020-м он рекомендовал фильм «Дылда» Кантемира Балагова. А еще Обама – известный поклонник творчества Джей-Зи и не раз говорил, что является, пожалуй, единственным президентом, который когда-либо слушал его музыку в овальном кабинете. С мистером Картером они в хороших отношениях и сходятся во многом. Оба обожают своих детей, оба в детстве и подумать не могли, что смогут добиться таких высот в карьере, и у обоих, как шутит Барак, жены популярнее их самих. Обаме вообще не чужда самоирония, и его вполне устраивает, что в семье именно он обычно является главным объектом для шуток. Он также часто появляется на комедийных шоу, а однажды снялся в юмористической рекламе интернет-издания BuzzFeed для популяризации своей реформы здравоохранения. В ней Обама кривляется перед зеркалом, делает селфи, рисует и отправляет воображаемый баскетбольный мяч в корзину. В общем, то, что делают все, но не говорят. К слову, другой рекламный ролик с участием Обамы тоже был некоммерческим и направлен на борьбу против сексуального насилия. Основной доход бывшему президенту приносит гонорары от лекций и докладов по актуальным вопросам. В среднем одна его речь стоит около 400 тысяч долларов. И хотя есть те, кто критикует Обаму за сотрудничество с Уолл-стрит и выступления с мотивационными речами перед управленцами корпораций, весомую часть этих гонораров он отдает на благотворительность. Например, в 2017 году он отдал 2 млн долларов, заработанных на выступлениях, на помощь малоимущим семьям в Чикаго. Супруга Барака тоже выступает с речами и получает за одно мероприятие около 225 тыс. долларов. Их общий с Бараком капитал оценивается в 70 млн. И, как экс-президент признается, он, в общем-то, удивлен такому количеству денег. Рост доходов объясняется тем, что с уходом из Белого дома популярность читы не снижается. И Барак, и Мишель по-прежнему являются одними из самых влиятельных людей в США. Но есть у него и недоброжелатели. Однажды экс-президенту наряду с другими получателями прислали посылку со взрывным устройством. Ее вовремя перехватили спецслужбы, и никто не пострадал. Барак и Мишель известны своей любовью к доступной моде. Он не раз появлялся на публике в одном и том же смокинге, а она не брезговала нарядами из масс-маркета. Но иногда они все же балуют себя роскошными предметами, гардеробой и аксессуарами. Например, у Барака есть наручные часы ролик стоимостью около 15 тыс. долларов. При этом в повседневной жизни бывший президент носит фитнес-часы за 150 долларов. В гардеробной же бывшей первой леди есть наряды от Версачи и туфля Джимми Чу. Кроме того, покинув Белый дом, Мишель наконец смогла себе позволить более необычные дизайнерские решения, подходящие ей по характеру. Так, на презентации своей книги она появилась в искрящихся ботфортах Баленсиаго за 3900 долларов. А бывший лидер американского народа не изменяет себе и каждую неделю делает обычную стрижку за 21 доллар у своего бессменного парикмахера из салона в гайд-парке. В собственности у Обамы есть несколько домов. Тот, в который семья переехала после Белого дома, был выкуплен в 2017 году за 8 миллионов долларов. Особняк площадью 762 квадратных метра находится в районе Вашингтона под названием Колорама, что неизбежно привело к появлению веселой рифмы и прозвища дом Обама Колорама. К нему прилагаются гараж на две машины и открытая мини-парковка еще на 10 автомобилей. Внутри 9 спален, 9 ванных комнат, несколько кухонь, переговорная, гардеробная, а в мансарде есть кабинет. Доступные в интернете фотографии сделаны еще до продажи, поэтому сейчас внутреннее убранство может быть уже другим. Другое свое поместье на острове Мартас-Виньярд, курортном местечке в штате Массачусетс Обама приобрели за почти 15 миллионов долларов. В доме у океана площадью 650 квадратных метров есть 7 спален, 8 ванных комнат, кухня, на территории имеются бассейн, уличная купель и летний домик. Сообщалось также, что супруги осматривали квартиру в Нью-Йорке, но сделка не была завершена. Будучи еще сенатором Иллинойса, Барак Обама ездил на демократичном джипе Гранд Чироке 2000 года. До этого у него были только поддержанные автомобили, поэтому о новеньком джипе политик вспоминает с теплотой. Много лет спустя, сменив несколько владельцев, эта машина была выставлена на аукцион вместе с бонусом в бардачке, записками, написанными рукой Обамы, его визитки и несколько чеков. Перейдя на работу в Федеральный Сенат, Обама сменил автомобиль на Крайслер 300С, который в 2012 году был выставлен на продажу по сногсшибательной начальной цене в 1 млн долларов. Проехав на Крайслере более 30 с половиной тысяч километров, политик в 2007 году сменил его на более экологичный, что соответствовало его предвыборной президентской программе гибридный внедорожник Ford Escape. Но вскоре и его вернул в дилерский центр, так как президенту не положено водить машину. Служебным автомобилем Обамы был дизельный лимузин люкс-класса по прозвищу «Зверь». Вообще-то это сразу несколько одинаковых машин, поэтому гараж секретной службы иногда называют «зверинцем», но каждая оснащена броней и способна выдерживать прямые выстрелы из крупнокалиберного оружия. Также там есть все на случай нападения – баллоны с кислородом, разные виды оружия и даже емкости с кровью президента для переливания. Автомобиль путешествует вместе с владельцем, и для его перевозки имеется специальный самолет. По опросам 2018 года около 44% граждан США считают Обаму лучшим американским президентом современности. А в 2021-м он возглавил список лучших президентов вообще в истории, набрав 18% голосов и немного опередив Авраама Линкольна. Как вы думаете, в чем секрет такой популярности? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.